МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе «Энергия» Вторая жизнь школьного музея. В Холмской шестой школе прошла презентация Музея боевой славы. А в Корсаковском детском саду «Ромашка» готовится принять оборудование для детей с речевыми нарушениями. Но невредимый третий брат придет домой и дверь откроет. Стихотворение Константина Симонова три брата читают три товарища – Саша, Валя и Артур. Сегодня в школу номер 6 города Холмска приехали старейшины из соседнего села Яблочного. В победный май школьники показывают гостям свой музей боевой славы. В этом году он заметно похорошел. В этом году благодаря Сахалин Энерджи все внутри витрины уже обновлены. А это хозяйка музея, его хранительница и гид Нина Павловна Белышкина. В прошлом году под ее руководством музей 6-й Холмской школы победил в грантовом конкурсе компании Сахалин Энерджи. Результат – купленный мебель, а еще ламинатор и компьютерное оборудование. Последние приобретения позволяют хранить историю Великой Отечественной войны особенно бережно. Старые документы теперь можно ламинировать, а фотографии реставрировать. К сожалению, все же фотографии, все остальное, они имеют свойство исчезать со временем. У вас получается? У вас очень хорошо получается. Я была просто восхищена. И вот действительно огромное вам спасибо. Я давно такого не видела. Музей в 6-й Холмской школе создавался буквально с миру по нитке. И не одно десятилетие. Сегодня здесь хранятся уникальные коллекции боевых снарядов. Есть даже свой блиндаж. Нужно отправить третий батальон вперед. Так, все ясно. Я пойду все расскажу. Иди передай третьему батальону, чтобы наступали выступления. Разыграв сценку в блиндаже, школьные товарищи признали, на войне все было по-другому. Там малейшая ошибка, там малейшая ошибка, все, проигрыш. Успехи музея боевой славы в 6-й Холмской школе не остались незамеченными. Не так давно он стал лауреатом Всероссийского смотра конкурса школьных музеев. Мама мыла раму. Для многих воспитанников детского сада «Ромашка» в Корсакове произнести эту фразу правильно – настоящий подвиг. Но опытные педагоги дошкольного учреждения обязуются исправить дефекты речи малышей всего за два года. Меня за год Артур. Каких-то несколько месяцев назад Артур свое имя произнести мог только мысленно. Занятие, труд, терпение – у мальчика все потихоньку начинает получаться. Чем сложнее дефект речи ребенка, тем больше внимания ему требуется. И очень важно наличие в специализированном саду современного оборудования и пособий. Если они эту грамотную помощь не получают вовремя, если детки не посещают наш детский сад, то, естественно, потом будут проблемы в школе. Это не усвоение программы. Дети переходят потом на коррекционную программу. Выпускники нашего детского сада обучаются успешно. Называй слово. Бум-а-га. Благодаря заведующей Елене Алексеевне, которая работает здесь меньше года, детский сад «Ромашка» решился поучаствовать в конкурсе «Инициативы Корсакова», который в одиннадцатый раз проводит партнерский совет по устойчивому развитию района. И выиграл единогласным решением всех членов совета. При финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи» детский сад получит первые на нашем острове дидактические сенсорные столы для развития мелкой и крупной моторики малышей, от которой, как известно, напрямую зависит развитие речи. Родители должны внимание уделять, много читать. Не компьютер, как сейчас в моде, а книжки и больше внимания детям оказывать. «Ромашка» готов принять любого ребенка с любыми речевыми проблемами с пяти лет. А проект детского сада «Научите меня говорить», реализуемый благодаря «Сахалин Энерджи», поможет малышам быстрее и успешнее адаптироваться в обществе и стать полноценной его частью. На Чехово пик ты собрался идти. Опасностей много на этом пути. Спасателям свой маршрут сообщи. И нужные вещи в рюкзак собери. С тропы не сходи, маршрута держись. Себя проверяй, клещей берегись. Подъем вдруг крутой, осторожнее будь. Перила облегчат при спуске твой путь. Не сбиться с тропы указатель поможет. На камешках линия красная тоже. Знать об этом должен каждый. Безопасность – это важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова